Добрый день, мои зрители! Следующую серию вы уже увидите, а там, не знаю, останется ли Сеня в Анахайме или нет, потому что многие из вас в комментариях написали, Бакин в Анахайме, это не его уровень. Ясно, а чем тебе у нас плохо? Да ничем, просто это. Анатолий Леонидович, я ничего такого не говорю. Да-да, для тех, кто пропустил, в прошлой серии был драфтик, друзья, и там как раз-таки Сеню выбрал клуб Анахайм IT DAX, который почему-то вот с таким логотипом не играет. Я хотя бы хотел бы, чтобы вот одежда моя от атрибутики N-Club просто так не, как говорится, валялась без дела, а была на мне и на Сене. Вот с таким логотипом, с таким. Обзор Звеньев. Важная история. Мы увидели в одном из матчей Жиру, или очень похожую фамилию на Жиру и тоже 28 номер. Но это не он, друзья, это не Клод Жиру, не тот самый человек, которого можно было бы, например, с удовольствием видеть в нашем клубе. Нет, пока не так. Вообще, эта предсезонка, я думаю, что к началу сезона что-то может измениться, но не факт в нашем составе. Многие из вас написали, что утки это вообще трэш. Играть за них очень тяжело. Я, поверьте, на себе уже это прочувствовал в прошлый раз. Но ничего не поделаешь, как говорится, пока мы здесь. Дальше будем посмотреть. Может быть и сменим команду. Я же сам могу поменять форму. Ну, пожалуйста, вот эту вот. О, да ж такая есть, прикольно, совсем старая утка прыгающая. Но я хочу вот в этой сыграть, поэтому вот он, логотипчик, он нам поможет. Дружище, а ты хочешь получить 10 тысяч всего лишь за первое пополнение? Для этого тебе нужно зарегистрироваться по промокоду ВАБОН на лучшем сайте БэтБум. Ссылка находится в закрепленном комментарии. Реально лучший по версии премии Спорты Россия. БэтБум это легальная компания, в которой можно зарегистрироваться всего лишь за 15 секунд. На сайте или в очень удобном приложении, которым я лично пользуюсь, более тысячи событий. Каждый день БэтБум предлагает для тебя 5 экспрессов, а еще возвращает тебе кэшбэк до 10%. Я уже не говорю про прямые трансляции, которые ты можешь смотреть прямо на сайте, а также выкуп твоей ставки до завершения события. Я планирую поднять свой интерес вот на этой встрече и тебе тоже это советую. А главное, дружище, не забудь перейти по ссылочке в закрепленном комментарии и воспользоваться промокодом ВАБОН. Ты очень сильно поможешь нашему каналу. Показывают нам, как Ванкувер был топовым клубом когда-то. При Павле Буре и при братьях Сидинах, как вы помните, были такие игроки в этих командах. Ой, я забыл про номер баки на 39-й, друзья. И вы мне посоветовали попробовать перевернуть цифры. То есть взять, например, 83. Давайте так, я вынесу сейчас на ваше обсуждение вот этот вот момент. И мы с вами решим, делаем 83-й. Вообще, не знаю, доступен он или нет. Или, может быть, у вас какие-то есть еще идеи по этому поводу. Тихо, тихо. Ага. И напишите в комментариях обязательно ваши варианты для номера. И мы будем тогда рассматривать. Самый популярный, естественно. Попробуем поставить за лайканный комментарий. Ну, а если не будет возможности поставить этот номер, то второй. Ну, и так далее. Короче, до того номера пока не доберемся. Вот и гол. Вот и гол первый. Мы забиваем. Ой, штанга. Слушайте, я даже не успевал за этой передачей абсолютно. Кстати, у Ванкувера вы... Ага. Ага. Я не пойму, что происходит. Почему все как будто виснет. Ну, звуковые файлы. Это новый глюк опять в Анхайлке. Че, вот эти все подвисания теперь и в Биэпро будут задействованы. Хватит. И исправляйте игру уже. У Ванкувера, кстати, одна победа в предсезонке. У нас, как вы помните, победа и поражение. Но прошлые матчи, я думаю, многие из вас видели. Хорош Бакин. Классный сейф сейчас делает. Прямо на шпагат сел Сеня. Тихо, тихо, тихо. Заберите ее отсюда с пятака. Джонс. Пас на дальнюю. И тут автогол мог случиться. Я, честно, друзья, не понимаю. Но мне кажется, что у меня даже Бакин подлагивает немного. Смотрите, как он двигается. Бакин здесь спасает на последней секунде периода. 1 на 1. Но мне вообще не нравится, что происходит в игре. Как будто она плохо загрузилась. Ну? Ну, пацаны! Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Есть, есть. Хорош. Вторую шайбу уже Адам забивает. Хорош, Сеня! Хорош! Вот вы говорите, радуюсь сейвом. Конечно, радуюсь, друзья. Их не так легко делать, как вы понимаете. Короче, все как надо. Когда ты отражаешь броски! О-о-о! Вот это сейчас меня чуть не подставили этим блоком. Здесь было невозможно успеть. Вроде среагировал, но бросок очень резкий. Сеня на месте. Можно быстро выкинуть здесь, да. А вот здесь они отдают грамотную передачу. Я выкатился на бросающего. Наверное, чуть вперед выдвинулся. И пас, конечно, был идеальный. Вот ни разу, наверное, еще в этой карьере. Да и, если честно, в прошлом сезоне я не помню, чтобы такие шайбы забрасывали. Сейчас очень умно сыграл искусственный интеллект. Так, конец периода наступает. Тоже бросок уже поздний. Мы горим. Мы горим 3-2. Вечно молодой. Вечно пьяный. Хорош. Хорош бакен. Может выбросим? Нет. Есеня тут тоже вытаскивает. Давай, пацаны, поактивнее там в нападение. Оу. А вот это было очень близко. Ой, штанга, по-моему. А-а-а-а. Ес. Хорош. Джонс. В касание прям отправил вантаймером. Хорош. Сеня. Давай, давай, быстро выкидывай. Хороший выход. Забивай. Да. Адамы сегодня вообще в порядке. Да ладно, блин. Ай, поймал меня на перемещении. Да как же обидно. Да, веселенький матч получается. И, конечно, он еще не закончился. Интрига жива. Йо. Вот это была крестовина. Да блин. Пацаны, ну вы блокировать будете его или нет. Ну вообще из-под ног бросает. Как обычно, последние минуты этой НХЛки в каждом матче начинается вот это вот. До этого, блин. Ну ладно, короче. 43 секунды до конца. Сейчас меня будут убирать. Сворот. Ну смотрим, что наши пацаны придумают с пустыми воротами. Может быть, все-таки получится. Вот и пустые ворота нам поражают. Здесь все ясно, к сожалению. Матч проигран. Ооо, какие грустные глаза у Сене, друзья. Ну, следующий матч с Калгари. Получается, тренер. Тренер нас на беседу вызывает. Сейчас очень важно. Что-то не такую игру я рассчитывал увидеть. Команда ждет от вас большего. Я все изменю, тренер. У нас было, по-моему, обещание, что мы этот матч должны были выиграть. Смотрите, чтобы сезон от вас не ускользнул. Может быть, даже такое, да? До встречи, тренер. Так, и опять мы играем. Нас вообще просто не убирают из состава в этой предсезонке. Я даже не знаю, хорошо это или плохо. Макс Камтуа. Это вот звезда. Как вы мне объяснили в комментариях. Анахайма. Я его просто немного неправильно называл. Надеемся на него. Не знаю. Слушайте, ну давайте в черной сыграем формы. Как бы не по стандартам, да? Немного. НХЛ получается. Но пофигу. В чем мы тут? Для этого и играем эту карьеру. Черная против красная. Нормально. Очень красиво. Очень красиво здесь на арене в Калгаре. Скотти Банк она называется. Сложнейший еще один матч. Еще одно противостояние нам предстоит в этом выездном предсезонном кураже. Ну вот как вот я должен успеть до этой передачи? Вот как я должен... Опять эти глюки. Я не понимаю, что происходит. Монахан забивает. Но здесь просто было без шансов, друзья. Слишком прострел. Ну Псеня вообще. Он по скорости никак не успевает. Ой-ой-ой. Как шайба сейчас не попадает в ворота. Гол. А вот теперь гол. Быстро отыгрались. И как раз Макс. Отправляет шайбу в ворота. Между ног забил. Кантуа. Ой-ой-ой-ой-ой. Здесь заблокировали бросок. Но Сеня уже лежал на льду. Забей. 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 Пожалуйста. Да елки-палки. Ну блин. А-а-а-а. Перекладина спасает. Это было неплохо. Но опасно. Теперь бы забить. Да. Хорош. Не забиваешь ты, забиваешь тебе. Работает в нашу теперь сторону. Джош Мансон. Бросил ты как. Пока шикарно. Сеня. Хорошо. И тут защитники помогли. Давай-давай-давай. Быстрая контратака. Может еще одно. Угадал-угадал Бакин. Куда будет бросок. В какой угол. Бакин так спокойно. Игра вообще без остановок. Друзья. Ты че? О! Это как так? Вот так. Все ворота открыты. А он завис, вратарь. А у нас игра в порядке. А я думаю, почему так? У нас с игрой все вообще в порядке. Нормально. Период хорошо заканчивается, друзья. Вот интересно. А если сейчас я Бакином пойду драться? Он перебежит. А, драк пойдет. Да я не хотел с ним драться. Мне вот нафиг не надо. Можно отказаться? Оп. Смотри, я буду уворачиваться. Оп. 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 Ну ладно. Давай, что ли. Я тебе давал фору. На тебе сейчас. На. На. Побудки. На. Побудки. На. 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 Блин, промахнулся чуть. Ну сейчас. Сейчас точно попаду. И сейчас еще раз попаду. На. Чтоб ты не зависал больше. Нормально. Клюшку в тебя подталкивает, Сеня. Надо. 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 Чтобы она около наших ворот была. Только, по-моему, это не его была. Клюшка. Ай, какая глючная НХЛ. Кстати, друзья, недавно вышел у меня новый ролик. В описании есть ссылочка, где как раз таки мы глюки новые и самые топовые вообще баги НХЛ этого месяца обсуждаем. Обязательно посмотрите. Я думаю, вам понравится. Сенечка, молодец. Ну. Да добей. Да ты чё? Вы как это позволили? Как он не забил сейчас? Сейчас это лучший сейф этого сезона. Сто процентов. К сожалению, не Сенин. Ребят, я отвечаю. Вы сейчас просто, я не знаю, по картинке это видно или нет. Игра реально подвисает. Это в оффлайне. Я не знаю, что происходит. Как это можно объяснить на PlayStation 5, чтобы игра подвисала? Защиты нет вообще. Просто вообще. Фух. Здесь очередной бросок. И да, нас прям прессуют очень и очень серьёзно. Намного быстрее двигается Калгари. Но я не знаю, что делать. Это просто жесть какая-то. Прервите кровотечение. Вы чё вот это? Что это за надписи? Какое кровотечение? Ёпа. Ну, наконец-то. Наконец-то. Хорошо хоть с такого расстояния не промахнулись. Сеня. Хорошо сейчас было. Хорош, хорош, Сенечка. Молодец. Здесь выручил. Да пацаны, да пацаны, пацаны на дальней штанге. Я в шоке. Я не знаю, что сделать. Ну, дай. Фух. Чё-то такого подскока не забили. С языком что-то у маскота. Он себе яички лижет. Видели? Жесть какая. Так, период закончился. Но почему-то мне верится, что шансы у нас ещё есть. Слушайте, у меня... Это... Как бы вот... ГОЛ! ЕС! И у меня одновременно зазвонил телефон и всё завибрировало. Я аж не понял. Думаю, что произошло. Но гол главное мы забили. Хорошо, как попал. Ой, как попал. Шикарно. Слушайте, у меня игра запускается, по-моему, с жёсткого диска. Хотя, может быть, и нет. Но если это из-за того, что она с жёсткого диска. Хотя раньше не было этих проблем. В чём может быть проблема? Может, кто-то шарит в PS5 и вот в работе с жёстким диском, который через USB обычно подключается. Короче, пишите в комментариях ваши версии, из-за чего такое может быть. Или, может быть, у кого-то это сейчас то, что происходит с НХЛ-кой. Отбил Сеня. И здесь отражает. Ну, а, а, бросок, давай пас, бросок, пас. Чё-нибудь. Вот так нифига нормально ничего не получилось. Так, одного там ушатали. Давай, шансы. Три на два. Ну. Да штанга, ёпара СТ. Ай, ай. Ес. Ес. Хорош, красавцы. Две двадцать одна. Вау. Вот это у нас матч получается. Получается просто дикий. Ой. 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 Успел накрыть. Всё. Нет, здесь спокойно. Здесь спокойно. Растянулся. Сеня прям. Хорошо. Классно развивается. Атака. Ай. Какой сейф опять. У нас села батарейка у камеры. Овертайм, друзья. Не помню, впервые или нет. Напомните мне в комментариях. Потому что я уже запарился. Так. Три на три. Опасно. Но надо выигрывать. Хорошо. Хорошо. Вошли. Хорошо. Забивай. Да куда ты в него прям бросаешь? Вот как, блин, надо бросать и передачу отдавать. Ооооо. Как обидно, а. Да, Сеня, я тебя прекрасно понимаю. Тебя прекрасно понимаю, братан. Твои пацаны в живот вратарю бросают. Игра подвисает, друзья, сумасшедшим образом. Вот вы видели, как на Сене акцент был. Очень длительное время. Я не знаю, что с этим поделать. И опять грустный Сеня возвращается в раздевалку. Блин, такой камбэк совершили. И опять позиция неплохо. А все остальное так себе. Следующий матч предсезонки с Лос-Анджелес. И неужели мы тоже его будем играть? Да, друзья, да. Ну, это уже в следующей серии хорошо нам дают тренировки. Наконец-то. Обязательно передвижение. Обязательно работа перчаткой. И владение клюшкой. Слушайте, получается, у нас три матча остаются предсезонки. Лос-Анджелес, Сиэтл и Эдмонтон. Я не знаю, во всех ли мы опять в них будем задействованы. Но в любом случае, в следующей серии заканчиваем предсезонку. Решаем вообще, что делать нам дальше, оставаться, не оставаться. Можем ли мы куда-либо перейти? Будут ли эти возможности? Где это вообще делается? Я пока не до конца понимаю. Мне кажется, вот там вот, где переговорчики, там это должно делаться. Короче, обо всем пишите в комментариях. В комментариях, пожелания, советы. Я ко всему буду прислушиваться. И терпение нам всем в этой карьере, друзья. Она будет очень тяжелой. Давайте. Увидимся. Ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. И до скорых встреч. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok